В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте сегодня в программе. В убийстве невиновна. Суд присяжных оправдал жительницу Владимира. Девушку обвинили в убийстве молодого человека. Я когда встала утром и обнаружила его, у меня первая была мысль, что он упал. Капитальный ремонт крыши влечет за собой ремонт в квартирах. И другого, похоже, не дано. У нас есть компании, которые страхуют свою деятельность, например, да, то есть, которые вообще не переживают за протечкой, они говорят, присылайте нам акт, и мы, соответственно, дадим страховую компанию, страховая компания выплатит. Чтобы помнили, пенсионерам Владимира рассказали про Куликовскую битву. Он говорит, что войско должно переправиться через дом, а переправы, которые будут созданы для этого дела, потом должны быть разрушены. Стороны примирились. 64-летний житель города Владимира избежал уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности. Его обвиняли в гибели рабочего при падении с автовышки. Следствием установлено, что фигурант уголовного дела имел в собственности транспортное средство марки ЗИЛ, оборудованное подъемным сооружением. Вот только работать на такой технике было нельзя. В 2006 году фактически контролирующий орган технокран «Энерго» запретил эксплуатацию этого транспортного средства, поскольку оно не соответствовало требованиям безопасности. Прекрасно понимал, какие последствия могут быть от эксплуатации такого имеющего дефекта и деформации, неисправности такого оборудования. Зная, что подъемник неисправен, владелец предложил его коммерческой фирме для демонтажа рекламного счета. Когда в люльке оказалось двое рабочих, она не выдержала. Один рабочий от падения с высоты впоследствии скончался. Владелец автовышки извинился перед семьей погибшего и возместил ущерб. В суде произошло примирение сторон. Гендиректору фирмы, где трудился погибший, указано на недопустимость использования в работе оборудования, не отвечающего требованиям безопасности. В убийстве невиновного Владимира присяжной вынесли оправдательный вердикт молодой девушки. Позади один год и четыре месяца домашнего ареста Евгения теперь законно наслаждается свободой. 26 мая 2018 года навсегда разделила ее жизнь на до и после. Тем утром в прихожей своей квартиры она обнаружила своего любимого мертвым. Я когда встала утром и обнаружила его, у меня первая была мысль, что он упал, так как он накануне выпивал, то что он просто упал и спит. Я до него дотронулась, хотела его разбудить. После сразу же позвонила в скорую, приехала скорая, констатировала смерть. После сразу же я позвонила в полицию, приехали сотрудники, ну и дальше все завертелось. Девушку сделали сначала подозреваемой, а потом и обвиняемой по делу об убийстве. Якобы Евгения решила отомстить любимому за то, что тот толкнул ее. Вот так эту версию сформулировали органы предварительного следствия. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, из личной неприязни, с целью причины смерти Трофимова прошла на кухню. В кухонном гарнитуре взяла нож в правую руку, вернулась в прихожую указанной квартиры, где находился Трофимов, и клинком ножа нанесла ему один удар в левую боковую поверхность грудной клетки. Всего же ударов было три, причем глубиной в 13 сантиметров. Но защита настаивает, девушка невиновна, доказательств обратного нет. Следов крови не было ни на руках, ни на одежде Евгении Романовой, ни в самой квартире, где обнаружили труп. Орудия убийства тоже не нашли. Зато была явка с повинной, к которой у адвокатов много вопросов. Нам стороной обвинения представили видеозапись, в ходе которой Романова подтвердила якобы на месте происшествия свои действия, как и когда наносила. Но это было очевидно, что Романова не ориентировалась ни в локализации ран, ни в их месте положения. Поэтому она показала просто два вялых удара. Это опять же после того, как она очень долго общалась с сотрудниками уголовного розыска и следователями. В итоге защита обратилась к суду присяжных. И они большинством голосов установили, девушка невиновна. Вердиктом коллегии присяжных заседателей под 24 сентября 2019 года признано недоказанным совершение Романовой вышеуказанных действий. Поэтому в соответствии с пунктами 2 и 4, части 2 статьи 302, пунктом 2 статьи 350 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, она подлежит оправданию в связи с вынесением коллегии присяжных заседателей оправдательного вердикта за непричастность ее к совершению преступления. В случае вступления данного приговора в законную силу мы намерим в дальнейшем требовать реабилитацию, все последствия этой реабилитации, все издержки, которые были, особенно моральные. Но то, что она пострадала за полтора года и не вернешь этого жизни молодой девушке, это понятно. Теперь прокуратура просит вернуть дело вследком, чтобы найти виновных в этом преступлении. Уголовное дело необходимо направить руководителю Фунденского межрайонного следственного отдела города Владимира для производства предварительного расследования и установления лиц, подлежащих причине к уголовной ответственности. Это в связи с принятым решением именно за непричастностью Романа Евгеньевна в совершении преступления. Но сама Женя смотрит только вперед, пока сидела под домашним арестом, осталась без работы. Теперь будет наверстывать упущенное. В дальнейшем устроится на работу, прямо завтра же. Случай с Евгением Романовым уникальный. Шанс на оправдание в российском суде не превышает 1%. Буквально вчера об этом заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на заседании Совета Федерации. Так что жительнице Владимира, можно сказать, крупно повезло. Валерия Саенко, Александр Мажаров. Шестой канал. Потолки и стены в подтеках от недавнего ливня. Квартиры с момента последнего дождя не успели просохнуть. А в любой момент может опять пойти дождь. В доме номер 17 по улице Белоконской рабочие начали ремонтировать крыши еще в середине августа. И вот уже заканчивается сентябрь, а у людей не отремонтированной крыши, не спокойствие. Устранять последствия протечки никто не спешит. Я в своей квартире проверяла видео, какие у меня потоки шли по всей квартире. Они прислали ответ. Вернее, мне его официально дали. Кому-то прислали на электронную почту. О том, что вся эта информация, вся эта информация, будут отправлены подрядчику. Соответственно, ООО «Гаранту». На данный момент ООО «Гарант» мы не видели в наших квартирах. Данный дом был включен в программу капитального ремонта на 2019 год. Ремонт идет, однако во всех квартирах на последних этажах потоп. Последствия дождя запечатлела и наша съемочная группа. Вот дождик первый пролил, вот сюда, вот у нас навесной этот потолок-то. И он это сделал с этим куполом, купол большущий. Потом они из ЖКО приходили, прислали этих, ну, слесарей, вернее. Снимали люстру, выгоняли эту воду. Однако сразу после следующего дождя в квартире образовался еще один пузырь. Но теперь его сдувать никто не торопится. Еще одной пострадавшей является Лейла. Во время очередного потопа женщина была на работе. А когда пришла, соседи пожаловались, что она их затапливает. Оказалось, что течет с крыши. Вот здесь вот так, полностью вот здесь, и вот здесь, где розетка. Полностью текло. Вот, здесь. А вот здесь закрыто, и здесь вот так течет. Жители недоумевают. Строители работают по странному графику. Один день здесь, а потом неделю не видно. А в это время квартира опять может залить. Хуже всего, когда ремонт крыши приходится на сентябрь. А между прочим, за капитальный ремонт люди платят немалые деньги. Более 300 рублей с квартиры. А их в доме 80. А теперь жильцам еще и предложили доплатить. Нужны дополнительные вложения, потому что в смету они не включены. Потому что при вскрытии крыши оказалось, что плиты очень сильно повреждены. То есть, получается, они экспертизу крыши не делали. Потом каким-то образом составили проект и смету так что ли. Закончить ремонт жителям пообещали до 30 октября. Ускоренными темпами можно и к 15-му управиться. Только жители уже сомневаются, нужен ли им такой ремонт. Недавно вот крышу заливали бетоном, и часть смеси убежала в квартиры и подъезды. Неужели лить будет и после ремонта? Людей интересует, кто будет возмещать ущерб за протечки в квартирах. И можно ли как-то обезопасить себя от подобных подрядчиков в будущем. Эти вопросы мы переадресовали в фонд капитального ремонта. Подрядчик будет с собственниками договариваться. Либо они своими силами сделают ремонт, либо они выбывают денежную компенсацию. То есть, это в каждом случае индивидуально будет с каждым собственниками договоренности какие-то. А вообще сложно с подрядчиками все-таки заниматься? Да нет, не сложно. У нас есть компании, которые страхуют свою деятельность, например. То есть, которые вообще не переживают за протечки. Они говорят, присылайте нам акт, мы, соответственно, дадим страховой компании, страховая компания выплатит. Ну, просто не все это страхуют свою ответственность. Но есть компании, которые страхуют. Гаранты? Гаранты не страхуют, к сожалению. Жители уже несколько раз составляли акты и отправляли их подрядчику. С ним поговорить не удалось. Женский голос на телефоне говорил нам, что начальство занято. В фонде капремонта заявили, что не первый раз работают с гарантом. Но вот крыши эта организация делает впервые. Мы работали с ними раньше, где-то года два назад. Но вот поскольку у нас процедура поменялась, теперь требовалось вхождение в реестр, они пошли в реестр эквалифицированных подряд организации. И в этом году, в принципе, мы с ними работаем, скажем так, по новому порядку первый раз. То есть стало хуже? Да. Они раньше крыши не делали, они делали инженерные сети. К работе по инженерным сетям претензий к ним нет. По крышам претензий есть. По закону подрядчик выбирается через аукцион. Кто меньшую стоимость предложил, тот и выиграл. Поэтому от недобросовестных подрядчиков никто не застрахован. Разводят руками в фонде капремонта. Получается, заложниками ситуации остаются простые жители. Капитальный ремонт крыши без ущерба для квартир, по сути, никто не гарантирует. Ставить навесы на время ремонта или нет, решает сам подрядчик. В договоре с ним это не прописано. Екатерина Корнилова, Лев Александров, Александр Мажаров, 6 канал. Московское государство родилось не в сундуках Ивана Калиты, а на просторах Куликова поля. В центральной городской библиотеке говорили о великой победе прошлого. В сентябре очередная годовщина разгрома войск Мамая на Дону русскими полками под предводительством Дмитрия Донского. Победители должны были вернуться со щитом или на щите, рассказывает лектор собравшимся. Таково было решение великого князя. Он говорит, что войско должно переправиться через Дон, а переправы, которые будут созданы для этого дела, потом должны быть разрушены. Для чего? Для того, чтобы уже не было пути к отступлению. Страшный натиск первой волны противника, ранение князя, битва длилась несколько часов. И как итог, первая крупная победа русских войск над татаро-монголами, вселившая веру в возможность успешной борьбы с Игом. Значение победы переоценить трудно, а победивший князь навсегда вписал себя в историю. За свою жизнь Дмитрий Иванович одержал четыре большие победы. Сначала над Сузальцами и Нижегородцами, затем над Литвой, над Тверью и, наконец, 639 лет назад на Куликовом поле над Золотой Ордой, когда ему было всего 29 лет. И сегодня послушать о той великой победе по нашим меркам совсем молодого князя пришло порядка 20 пенсионеров. А все дело в том, что лекция проводится в рамках программы «Народный университет третьего возраста». Он был создан еще 15 лет назад для пенсионеров, которые продолжают вести активный образ жизни. Среди них и Раиса Мишукова. 50 лет своей жизни она отдала врачебному делу. И сейчас, в свои 79 лет, она с интересом посещает ежемесячные лекции по истории и культуре России. Мы все это слышали с детства. Но когда повторяют и грамотно, и с хорошей речью говорит лектор, и с показом некоторых моментов, «Слышишь музыку, видишь этот памятник, то, вы знаете, мороз по коже пробирает». Это все наше прошлое, это наша история. Забывать нельзя. Я просто не имею интерес к этому. Всего же во втором филиале Центральной городской библиотеки работает три факультета для пенсионеров. Помимо изучения истории и культуры, здесь они совершают виртуальные путешествия по одному краю и по музеям мира. Цель таких занятий руководитель библиотеки сформулировал так. Пенсионеры приходят к нам, ну, во-первых, это общение, вот видите, они все общаются. Во-вторых, узнать что-то новое или вспомнить что-то старое, потому что среди них очень много и педагогов, и врачей, и кого-то там инженеров. То есть люди, которые вели полноценный активный образ жизни, которые и сейчас ездят на экскурсии, ходят по музеям и так далее. Ну и, соответственно, ходят в библиотеку. Следующий раз библиотека намерена провести для пенсионеров виртуальное путешествие по музеям мира. Выражение «старость не в радость» точно не про этих людей подвели итог организаторы занятий. Алексей Домнин, Лев Александров, Шестой канал. А теперь коротко о других новостях. В Красный Крест привезли новую технику. Городская клиническая больница скорой помощи получила новое медоборудование на сумму более 45 миллионов рублей. Несколько цифровых рентгенаппаратов, эндоскопическая стойка, видеоэндоскопическая система для проведения артероскопических операций. Также в учреждении теперь есть современный электрогидравлический операционный стол для всех видов хирургических вмешательств. Помимо этого, врачебный арсенал пополнился автоматическим биохимическим анализатором и гематологическим счетчиком для исследования крови. Также напомним, что сейчас в Красном Кресте проводится капитальный ремонт в отделении гнойной хирургии и в травпункте. Работы завершатся в ноябре-декабре. На эти цели из региональной казны направлено более 31 миллиона рублей. С 28 сентября во Владимире откроется сельскохозяйственная ярмарка-выставка. На ней жители города смогут купить фрукты, овощи и прочие продукты непосредственно у производителей. Торговать на ярмарке будут крупные сельхозпредприятия, фермеры, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Вся продукция будет проходить ветеринарный и фитосанитарный контроль специалистов Россельхознадзора и Центра ветеринарии Владимирской области. Ярмарка будет работать на улице Василисина в районе дома номер 15 по выходным с 28 сентября по 27 октября текущего года. Лучший хор – народный коллектив «Дубравушка» Шихобаловского сельского дома культуры Юрьевпольского района. Это итог регионального конкурса «Поединки хоров». В музыкальных состязаниях принимали участие вокальные коллективы, учреждения социального обслуживания и общественных организаций. Всего 82 творческие команды, а это свыше 900 человек. Помимо коллектива из Юрьевпольского района, в тройку призеров вошли хоры из Судогодского, Меленковского и Гусь-Хрустального районов. Продолжаем выпуск и далее расскажем о других событиях, которые случились в нашем городе и области. Не пропустите, мы говорим о том, что происходит рядом с нами. Прямо сейчас вы увидите. Наш театр на конверте. В честь 50-летия областного театра «Кукол» первые конверты погасили специальным художественным штемпелем. Чтобы конверт приобрел действительно теористическую и историческую ценность, его необходимо направить сегодня. Гастроли по обмену. Во Владимир приехал Крымский академический русский драмтеатр. Очень удивило, как всё в центрах содержится. Чистота идеальная, красиво. В Крым вас грязнее? Пока да. Народный танец с душой, характером и неповторимым колоритом. В нашем городе завершился традиционный фестиваль. По всей России вводят хороводы. Наш театр увидит вся страна. В честь 50-летия областного театра «Кукол» выпустили специальный конверт с изображением фасада здания. Общий тираж – 250 тысяч экземпляров. Это немало. Скоро они поступят в почтовые отделения, а затем разлетятся по всей России. Они будут также продаваться по России, путешествовать. И я думаю, что те наши земляки, которые сейчас не проживают в Владимирской области, когда увидят конверт, на котором им, можно сказать, с детства любимый, знакомый, такой культурный центр, увидеть на почтовом конверте, порадоваться, вспомнить. Первые конверты с изображением кукольного театра погасили специальным художественным штемпелем на торжественной церемонии. В ней участвовала глава Департамента культуры Алиса Бирюкова, руководитель регионального управления Федеральной почтовой связи и директор театра. Чтобы конверт приобрел действительно филателистическую и историческую ценность, его необходимо отправить сегодня. По словам филателлистов, выпуск и гашение конверта, на котором красуется наш театр, это событие не только для культурного мира, но и для коллекционеров. Истинные филателлисты должны взять этот конверт, прийти на почту, наклеить марки на заказное письмо, поставить так называемый календарный штемпель. Вот тогда этот конверт будет филателлистической, но не редкостью, но интересным материалом. Сотни спектаклей, фестивалей и культурные акции за полвека работы. И более 70 тысяч юных и взрослых зрителей ежегодно. Областной театр кукол всегда старается придумать что-то интересное. К слову, гашение конверта приурочили не только к юбилею, но и к фестивалю театров кукол, который проходит в эти дни. Мы рады, что это происходит. И в такой памятный для нас год, год театра. Соединились два юбилея. И все это останется на память и у жителей Владимирской области, и у нас, и наших сотрудников. Церемонию гашения конверта провели в новом малом зале театра. Его оборудовали в этом году после ремонта. На сцене уже прошли первые спектакли фестиваля. В следующем году мы доведем работы по тому, чтобы этот зал был доступен сразу с улицы. Был отдельный вход. И таким образом у театра появляется новая площадка для каких-то камерных форм, для творческих встреч, для небольших спектаклей. Коллектив театра обещает и дальше удивлять и радовать зрителей новыми задумками. Ведь кукольные постановки уже давно переросли чисто детскую аудиторию. Приходить на спектакли любят люди самого разного возраста. Во Владимир приехал Крымский академический русский драматический театр. Делегация не маленькая, почти 50 человек. Это самый большой выезд труппы за последние 20 лет. В перерывах между репетициями артисты гуляют по городу, знакомятся с достопримечательностями. Во Владимире они впервые. То, что они приехали из плюс 20 в плюс 3, их совсем не смущает. Очень удивило, как все, центр содержится, чистота идеальная, красиво. В Крым у вас грязнее? Пока да, пока да. У нас в Симферополе, к сожалению, 20 лет его в порядок так не приводили. Сейчас все это потихонечку вылизывается, делаются дороги, делаются тротуары. Хотя мы любим наш город, но вот приезжая в другие города, отмечаем, где лучше, где хуже. Дороги у вас лучше, тротуары у вас лучше. Привезли с собой крымчане семь постановок. По словам художественного руководителя, это их лучшие спектакли. Первый, который накануне продемонстрировали Владимирскому зрителю, дракон. По пьесе сказки Евгения Шварца поставили его только в июле. По словам самих артистов, постановщик своими режиссерскими ходами придал классическому дракону современную окраску. Театр современной такой режиссуры, яркой, яркой не только по содержанию, по глубине содержания, но и яркой по форме, по картинке. Наша публика воспитана на традиционном русском театре, на Станиславском. Все у нас как было раньше. И когда вот такая новая режиссерская эстетика, она все-таки была принята городом. Режиссер-постановщик «Дракона», он же худрук Крымского театра Владимир Магар, знаком Владимирскому зрителю по одному из спектаклей нашего драмтеатра. Четыре года назад он поставил на нашей сцене спектакль «Эмма и Адмирал». Теперь вот и весь южный театральный коллектив приехал. Выезд стал возможен благодаря федеральной программе «Большие гастроли». Возможно съездить стало. Программа «Большие гастроли» – это очень большая поддержка. Это здорово. А раньше вы варились своей как бы чашей? Конечно. Вообще так было, да. То есть если куда-то ехать, а тем более за границу, тогда мы. За собственные средства вывозить сразу 5-7 спектаклей и полсотни человек ни нашему, ни Крымскому театру, ни по карману. Но оценить актерскую игру и режиссерские замыслы симферопольцев Владимирский зритель сможет в течение ближайших нескольких дней. Вечером 30-го числа крымчане сыграют последний спектакль в рамках творческого визита в наш город. Алексей Дудин, Лев Александров, 6-й канал. Народный танец со своей душой, характером и неповторимым колоритом. Во Владимире прошел традиционный фестиваль «По всей России водят хороводы». В этом году он собрал молодежные и взрослые коллективы из 8 регионов страны – от Пензенской области до Крымского полуострова. Участвовали и танцоры из Владимирской области. Рассказывают, что на фестивале, как в русских народных сказках, хочется людей посмотреть и себя показать. Нам нравится организация и многообразие коллективов. Можно познакомиться с другими людьми из других коллективов. По словам артистов, русские народные танцы помогают раскрыться на сцене и в одном номере рассказать целую историю. Поэтому исполнять их очень трудно, но интересно. Мне к ним душа лежит, и прям очень нравится этот танец, потому что он раскрывает всю душу. Самое главное – мы танцуем для себя, ну и чтобы зрителям понравилось. Выступления участников строго оценивали члены жюри. Обращали внимание на чистоту и выразительность исполнения, разнообразие традиций русского танца. Общий уровень был достаточно высокий, и претендентов на гран-при было несколько. Что тоже говорит о высоком уровне и профессионализме коллективов. Традиционно уже последние 10 лет конкурс включает три номинации. Это первичная обработка фольклора, это народно-сценический танец и номинации стилизованный народный танец. Поэтому вот по трем направлениям мы и рассматривали коллективы. И, собственно, отрадно, что в этом году все три направления были представлены. Фестиваль посвящен памяти знаменитого балетмейстера, народной артистки СССР Татьяны Устиновой. Всю свою жизнь она посвятила народному танцу и воспитала поколение талантливых исполнителей. Коллективу-победителю фестиваля по традиции присуждается приз ее имени. В качестве председателя жюри дочи продолжательница традиций Татьяны Устиновой Лидия. Тоже политмейстер, педагог и народная артистка России. По ее словам, русский танец всегда остается актуальным. Не случайно многие участники фестиваля уже с детства увлечены хореографией. В своих выступлениях они учатся отражать красоту нашей культуры. Сейчас дети более раскрепощены, дети более выразительные, дети более свободные. Поэтому, конечно, меняется. И поэтому русский танец становится современным. Вот еще и очень хорошее выражение Татьяны Алексеевны. Русский танец, русское искусство – это наше богатство, богатство России. И мы гордимся этим. Лучшие коллективы и сольных исполнителей наградили дипломами и призами. А главный приз фестиваля присудили владимирцам. Гран-при и приз имени Татьяны Алексеевны Кустиновой присудить. Народному коллективу ансамблю танца «Росинка» Владимирского областного господства «Росинка». Уже на следующий год Всероссийский фестиваль снова пройдет во Владимире. Своё мастерство продемонстрируют уже детские коллективы. Маргарита Махрова, «Шестой канал». Это всё, о чём мы вам успели рассказать сегодня. Если у вас есть интересные новости, звоните в редакцию по телефону 366666. Ещё больше информации ищите на нашем сайте www.6tv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня вечером во Владимире пасмурно, без осадков. Температура воздуха составит 8 градусов по Цельсию. Завтра днем во Владимирской области пасмурно, без осадков. Столбики термометров покажут 8-9 градусов выше нуля. Ветер западный со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. На что мы тратим время в телефоне? Мессенджеры 2 часа, электронные книги 1,5 часа. Открыть вклад в МКБ 1 минута. Вклад Мега Онлайн от МКБ с фиксированной ставкой 7,2%. Только в мобильном приложении или в онлайн-банке на сайте mkb.ru. МКБ. Вклад. Минутное дело. Минутное дело.